В Карачаево-Черкесии накануне отмели День России. В торжествах принял участие глава республики Рашид Тимрезов. Праздник прошел, можно сказать, на одном дыхании с большим количеством мероприятий. От вручения паспортов гражданина страны, юным жителям республики, до культурно-развлекательных и спортивных выступлений. На некоторых площадках, где отметили День России, побывал наш корреспондент Артур Мхце. Это место в Черкесии знает подавляющее большинство жителей нашей республики. Каждый, кто помнит и ценит героические и трагические страницы своей родины. 12 июня, в День государственного суверенитета, в Парке Победы паспорт гражданина России должны были получить около двух десятков молодых людей из разных населенных пунктов Карачаево-Черкесии. Для каждого человека момент получения паспорта является торжественным и запоминающимся. И это тем более волнительно в такой праздничный день, как День России. Этот документ символизирует и вашу гражданскую принадлежность, и вашу готовность войти во взрослую жизнь. От вашего поколения зависит будущее нашей страны. И вот этот момент наступил. Первый паспорт гражданина России получила воспитанница школы в Верхней Тиберде Амалия Аджиева, чуть позже поздравившая жителей республики с государственным праздником. Я очень горда тем, что в такой день, День России, я получила свой первый серьёзный документ. Всех поздравляю с Днём России и желаю дальнейшего процветания нашей стране. Затем представители руководства республики и юные обладатели основного документа почтили память участников Великой Отечественной войны, возложив цветы к мемориальным комплексам на Аллее Славы. А чуть позже в городском дворце культуры чествовали тех, кто на протяжении многих лет вносит посильный вклад в развитие Карачао-Черкесии в различных областях и служит примером для подрастающего поколения. Сегодня Россия – это великая страна, которая объединила миллионы людей разных национальностей и вероисповеданий, живущих в мире и согласен. Страна, у которой свой уникальный путь развития, в основе которого заложены принципы базовых человеческих ценностей, гуманизма и созидания. Учёные Юрий Балега, Аскербий Кайчуев, Мухарбит Адаршаов – эти люди на протяжении десятилетий отдавали всё своё время для развития профессиональной сферы. Наградой за труд стало получение каждым из них ордена за заслуги перед Карачао-Черкесской республикой. День нашей великой России, многонациональной, дружной, единой, для меня значит очень многое. Это значит жить, это значит творить, это значит учиться, учить детей. Это великий праздник. Для меня эта награда самая дорогая, потому что моя малая родина, Карачао-Черкесия, это самый прекрасный край. Я провёл здесь свои лучшие годы. Я был депутатом парламента с самого начала становления республики и до совсем недавних времён. Знаю, люблю свои народы, которые здесь живут. Я считаю, что это вот тот самый приказ, сердце моё здесь всегда в горах. В этот день также были присвоены почётные звания жителям республики, которые трудятся в образовании, науке, культуре, здравоохранении, экономике в экстренных службах реагирования. А в амфитеатре парка «Зелёный остров» прошёл праздничный концерт, где ценителям музыки были предложены патриотические песни, знакомые многим поколениям жителей нашей страны. «Край родной, наверное, любимый, где найдёшь ещё домой». Артур Махцелек Молхожев, Вести, Карачао-Черкесия.